Всем привет! Меня зовут Маша, и я обожаю мейкоп. И сегодня мы с вами поговорим о новых релизах декоративной косметики. Ребят, мы давно об этом не говорили, поэтому давайте уже начнём. Я постараюсь быть максимально краткой, как всегда. Ну, наверное, где-то, где меня прям будет разрывать, я всё-таки немножко остановлюсь. Давайте мы прям начнём сразу, и я не буду говорить в этот раз об уходе, мы сразу начнём говорить о новых брендах. И первое, о чём я хотела бы сказать, это, конечно же, бренд, который мы, наверное, в каком-то смысле ждали, да? Это новый бренд от визажиста HINDASH, и он вышел с палеткой, которая подойдёт для всего-всего-всего. Вы можете использовать оттенки и в качестве лайнера, и в качестве бронзера, и в качестве теней, и в качестве румяна, и в качестве хайлайтера, в общем, как вашей душеньке угодно. Каждый из шести рефилов данной палетки выглядит, как такой оттенок Ambre, растянутый, да, от более светлого к более насыщенному. И, соответственно, у вас есть миллион просто возможностей взять, самый тёмный взять, самый светлый взять, что-то посредине. На самом деле, очень круто, очень многофункционально, очень интересно. Мне это нравится. Опять же, если вы используете как тень, вам нужно обязательно запомнить, где вы всё-таки брали этот оттенок. Поэтому я не уверена, насколько это удобно, когда мы говорим с вами уже о реальной жизни, да, как-то применять, о практической стороне данного вопроса. Но вообще, конечно, идея очень классная, я нахожу это любопытным. А также, если говорить о себе, я, скорее всего, покупать... Не, скорее всего, я не буду покупать, потому что это, скорее, такая база, да. У меня очень много базовых оттенков, базовых палеток, базовых всего-всего. И, в принципе, всего-всего. То есть, наверное, если бы у меня была бы маленькая коллекция, то это было бы очень круто. Потому что я думаю, что с такой палеткой и путешествовать удобно, и для визажиста это тоже очень круто. Но на самом деле, вот, открыла палетка, у тебя там есть просто всё-всё-всё. Главное, запоминай, где ты брал оттенок. Потому что иначе получится недоразумение, скажем так. И на самом деле, это всё, что я думаю по поводу данной палетки. Мне, ребята, очень интересны ваши мысли по поводу неё. И последнее, наверное, на что я хотела бы добавить, что, как я и ожидала, релиз от Хиндаш намного, ну, по крайней мере, в моих глазах, он намного интереснее, чем то, что выпустил Марио. Здесь, по крайней мере, есть какая-то креативити. Потому что у Марио было всё просто уныло и грустно. Давайте продолжим дальше с новыми релизами. Второй и последний, о котором я хотела бы сказать. Потому что, конечно, новых брендов было много, но я не хочу сейчас остановиться на том, что мне неинтересно совсем. Это моя любимая рубрика «Кайли и все прочие». И вот здесь, кроме этого, больше ничего не будет про Кайли в данном выпуске. Мамаша Кайли... Кей... Ка... Кей... В общем, жена Кани Веста и всех остальных дамочек, она выходит со своей линейкой косметики. И тут у нас аж три бренда. Это Крис Дженнер Бьюти, Крис Дженнер Скин, а также Крис Дженнер Скин Кер. И туда будет ходить и уходная косметика, и косметика декоративная, и парфюмы, и просто всё-всё-всё. И это, конечно, ребят, очень любопытно, но я всё понимаю, почему бы не монетизировать свою славу. Косметика — это очень популярно. И почему бы, собственно говоря, не продать, если ты звезда? Это всё понятно. Тут даже не надо никому ничего пояснять и так далее. Относительно этого релиза, наверное, всё, что мне любопытно, это что всё-таки Крис Дженнер будет говорить, когда будет рассказывать о, собственно говоря, своей уходовой линейке. Потому что Крис Дженнер — это просто человек, которому клемания достает, да и все остальные дамы, да, там всё, у всех всё сделанное. Как она будет преподносить свой уход, что вот благодаря этому клемику я всегда молодая и так далее. Мне очень-очень любопытно. На самом деле посмотрим, как это всё будет преподано. Я, конечно же, ни своего доллара, ни своего рубля, ни своего другого денежного знака на продукцию, которую данная семейка выпускает, тратить не планирую. Как вы знаете, я обрекотирую данную семью. Не семью, но то, что они продвигают, я обрекотирую на своём канале. И в своей жизни у меня ничего нет от этих девиц. Поэтому тут, конечно же, тоже брать не буду. Но напишите мне, если вы что-то пробовали. Как вам? Я пас. И давайте мы с вами продолжим и поговорим о декоративке. Начнём, конечно же, с дешёвых брендов, с недорогих. И начать я хотела бы с Colourpop. Единственный продукт, о котором я буду говорить в данном выпуске. И это продукт для щёк. Это Cheek Dew Serum Blush. То есть такая сыворотка для щёк за 7 долларов. Выпустили они всего 10 оттенков. Довольно-таки неплохой цветовой ряд. Я на самом деле думаю, что я буду брать. Но опять же, не сейчас. Я пока что решила уйти в завязку от Colourpop. Потому что у меня аж две палетки, на которые мы с вами ещё не делали обзора. И которые я даже ещё не открывала, не пользовалась. С одной из них у нас будет giveaway. Поэтому я пока что ничего не покупаю от Colourpop. Наверное, если этот продукт появится в ульта, то я его возьму. А вот с Colourpop самого сайта я пока что ничего заказывать не буду. Меня больше всего удивило, что Makeup Revolution вышли с крайне похожим продуктом. Просто до боли похожим продуктом. Super Dewy Liquid Blush. То есть очень-очень похоже. Здесь у нас, правда, всего 5 оттенков. И цена аналогичная. 7 долларов. Я думаю, что здесь оттенки тоже довольно-таки симпатичные. Я думаю так, что я не буду пробовать ничего от Makeup Revolution. Просто мне этот бренд не интересен. Но вот то, что я сказала про Colourpop, я попробую. Давайте мы с вами поговорим о нескольких недорогих палетках теней. И первый бренд это BH Cosmetics. Линия называется The Burst Tone Collection. И новая палетка называется Aquamarine. Стоит она всего 9 долларов и состоит из 7 оттенков. Очень красивая палетка. На самом деле, я брать, наверное, не буду. Несмотря на то, что качество BH Cosmetics, я считаю, неплохим. Особенно для бюджетного бренда. Но я решила сказать себе так. Мы с вами расчехлились. Да, я выкинула. Точнее говоря, еще не выкинула. У меня это до сих пор лежит в коробке. Так как ко мне друзья приходят, что-то забирают. Но вот, по крайней мере, я расхламила все то, что я не хотела. И я решила, что я не хочу покупать то, что недорого, да. Но вроде бы интересно попробовать. Просто потому, что интересно. Не хочу. Давайте я буду брать лучше то, что мне будет действительно интересно. И мне самой будет интересно это попробовать. И, возможно, пользоваться в дальнейшем. Если уж мне не понравится, тогда я буду решать, что делать. А вот когда серединка на половинку, ну, нет. Честно говоря, меня очень сильно удивил запуск от Elf Cosmetics совместно с Чепотло. Чепотло это такой ресторан быстрого питания. В Америке мексиканской еды. То есть тебе в такую из фольги, да, тарелочку кладут сразу. Бобы, салат и какой-то протеин. Рис, конечно же, раз мексиканская еда. Это так странно. Давайте мы будем коллаборироваться с Маком, что ли. Ну, мне кажется, как-то вообще очень-очень странно. И, наверное, неприятно. Почему-то меня это оскорбляет. Почему-то мне кажется прям фу. Что вам вообще не с кем коллаборироваться. Как с Чепотли. Конечно, я всё здесь вижу. В коллекцию вошли продукты для губ, палетка теней. Также два спонжа. То есть собора спонжей. И очень стрёмненькая косметичка. Мне просто крайне любопытно, кто сливая аудитория. Кто эти люди. Насколько человек должен любить Чепотли, чтобы это купить. А если не ради Чепотли, то ради чего? Эльф как бы неплохой бренд. Но я, честно, в полной фрустрации. Потому что мне непонятно, для кого это было придумано. Примерно те же ассоциации у меня вызывает коллаборация Walmart. А также сериала, мультсериала. Ох уж эти детки, как по-русски назывался этот сериал. И здесь тоже очень-очень странно. Во-первых, это всё выглядит очень дёшево и некрасиво. Walmart это просто обычный магазин. Типа магнит или пятёрочки. То есть, ну, что-то такое, да. И тут такая коллаборация. Очень странно. И, конечно, мне интересно, где всё было сделано. Какой бренд это всё-таки выпускал. Скорее всего, было сделано в Китае. Упаковка выглядит уж слишком дёшево. Мультик я очень любила в детстве. И, да, очень любила. Палетка у нас в форме Анжелики. То есть, в форме головы Анжелики. А вот бальзамы для губ. Точнее говоря, блески для губ. Очень странные. Почему-то они у нас в мальчиках, да. У нас Чайки. Также у нас Томми. И у нас почему-то динозавр. То есть, как вообще, где логика? У нас-то были и близняшки ещё. Почему динозавр? В общем, очень странно. И очень странно вообще вся эта история. Я, конечно, понимаю, что у нас сейчас такая жизнь, что вот это вот... Кто девочка, кто мальчик. Но мне всё равно кажется это очень странным, что в леске для губ у нас Чайки и Томми. В общем, на самом деле, я нахожу эту коллекцию очень странной, но очень современной. Давайте продолжим. И на этом, ребята, у меня с недорогими брендами всё. Потому что, на самом деле, у меня в последнее время, наверное, вообще не вызывает ничего какого-то дикого интереса, дикого восторга и желания купить. Но мы с вами продолжим. Потому что всё-таки несколько продуктов меня очень заинтересовали. И мы с вами начнём говорить о среднем сегменте. Здесь у нас очень-очень много румян. И я хочу здесь задержаться немножко. Потому что румяны я люблю, как вы знаете. Меня очень заинтересовало два варианта кремовых румян. Потому что я хотела бы попробовать что-то из этого. И у нас два бренда. Это Tower 28, а также Melt Cosmetics. Tower 28 выпустили всего три оттенка. А Melt вышли аж со семью. Цена примерно одинаковая. На Tower это 20, а Melt 22. И, честно говоря, я думаю, что, исходя из того, что я ничего не пробовала ни одного из брендов, я всё-таки пробовала, наверное, Melt. Потому что Melt я хочу попробовать уже очень-очень давно. И здесь, конечно, 10 оттенков. То есть есть действительно из чего выбрать. Может быть, даже я не буду брать Colourpop. Возьму как раз-таки Melt. Потому что, ну, куда мне столько румянок, к тому же кремовых. Но вот, наверное, этот продукт мне стоит всё-таки взять. Потому что это любопытно. И, на самом деле, уже всё это в продаже. За всю коллекцию вам придётся отдать 155 долларов. Я, конечно же, возьму всего один оттенок. И, честно говоря, ребят, я думаю, что это всё, по крайней мере, для меня это не горит. Я думаю, что я дождусь распродажи в Sephora. И буду заказывать уже тогда. А пока что сейчас, наверное, подожду. Также мне, ребят, честно говоря, очень сильно заинтересовали румяна от Bare Minerals. Который, я вообще думала, что это клиник. Потому что выглядит это не как Chic Pops. По-моему, так назывался продукт от клиник. И продукт называется Jane Nude Bronzer Blush. И это такой продукт. Два в одном. У вас есть и бронзер, и румяна. То есть, у вас есть и вот эта вот рыженькая, да, жёлтая часть, коричневатая. И розоватая. Я думаю, что это очень даже неплохо. Такой гибрид. На самом деле, Jane Nude очень неплохая линейка у Bare Minerals. Цена всего 24 доллара. Очень, по-моему, экономично. И на самом деле, я бы попробовала, наверное, если бы я не хотела бы купить следующий продукт. И это палетка продуктов для лица от Clinique. Продукт называется Only Glow Palette. Цена 29,50. То есть, чуть-чуть подороже. И данная палетка совмещает себе такие прям бестселлеры от Clinique. И здесь несколько продуктов, которые я хотела бы попробовать. Например, Bronzer Sun Kiss. А также Highlight Nude Glow. Также на палетке есть матовая пудра для лица. И румяна в оттенке Precious Rosy. То есть, в данной палетке собраны действительно бестселлеры от Clinique за 30 баксов. Я не то чтобы могу, я хочу это купить. Потому что здесь действительно и объём продукта. И возможность попробовать всё то, что я хотела уже давно. Поэтому данный продукт я покупаю. Он у меня уже лежит, наверное, неделю в корзине от Ulta. Я просто пока что жду. Может быть, что-то я ещё захочу купить в Ulta. Просто чтобы, ну знаете, не напрягать почтовьёнов. Чтобы они не ходили ко мне каждый день. Скажем так, да. Утрирую. Но всё-таки меньше коробок и так далее. У нас сейчас начинается 21 день красоты от Ulta. И там обычно довольно-таки хорошие скидки. Ну, уже на старые продукты, да. Не новые. Но я думаю, что, может быть, что-нибудь я из этого куплю. И как раз-таки добавлю палетку. Так как она новая абсолютно точно. Она не исчезнет, да. С полок. Прямо вот сейчас она будет. Даже если её разберут. То она всё равно появится. Поэтому вот тогда, я думаю, её возьму. Следующий продукт тоже румяна. И это Ambre Blush by Moira Cosmetics. Я не знаю, что за Moira Cosmetics. Первый раз слушаю об этом бренде. Если вы знаете, расскажите мне, что это такое. Мне очень нравится. Очень нравится оформление. И, честно говоря, возникло желание купить. Но когда я начала свайпать, то увидела сводчи. Поняла, что, в принципе, все эти оттенки у меня есть. А те, что у меня в коллекции отсутствуют, они мне не интересны. Поэтому, наверное, просто ради оформления я брать данные румяна не буду. Хотя, конечно, интересно. Последний продукт в этой категории появился в Nordstrom. И это палетка для лица от Beko Cosmetics, которая включает два файлайтера, румяна и бронза. И здесь, конечно, всё очень интересно. Beko обвела о том, что они в сентябре закрываются. И я хотела бы с вами тоже немножко это обсудить. Вообще, я думала снять отдельное видео, а потом подумала, надо ли это делать. Давайте мы с вами и обсудим в этом. Я не буду очень долго затягивать. Я думаю, что вот это всё закрытие... Просто интересно вашу точку зрения узнать тоже на эту тему. Я думаю, что закрытие Beko было довольно-таки логичным и понятным. Здесь я не хочу сейчас вдаваться в огромную череду вообще политических изменений, которые коснулись страну вот за последний год. Я думаю, что очень много связано как раз-таки с политическими моментами. И очень много связано с тем, что сам бренд довольно-таки давно ничего не выпускал нового и кормил нас вот теми продуктами, которые были просто мега продаваемыми. Да, это их консилеры. Также Beko. Так, мне кажется, вообще известно только благодаря своим консилерам, да, вот этому корректору персиковому. А также хайлайтерам. Всё. Больше Beko не искали ничего такого, что прям взорвало бьюти-мир. И то сейчас вот эти хайлайтеры от Beko не настолько популярны, потому что за это время вышло так много разных других продуктов, которые были хороши, что вот это всё уже перестало волновать людей. И когда вы выпускаете вот такой оттенок хайлайтера, сякой оттенок хайлайтера, это просто уже скучно. Это как, знаете, как стило вцепили свои эти жидкие тени, жидкие хайлайтеры и так далее. Да боже мой, ну стило. Мне кажется, вообще стило один из тех брендов, которые тоже ничего не выпускали за это время и настолько стали скучными, мы не видим и не слышим о них, пока они не выпускают что-то в этой же формуле. Как, например, Urban Decay со своими палетками Naked, то же самое можно сказать от Art, который выпускает миллион разных продуктов в год, но они все безликие. То же самое можно сказать и от To Face. На самом деле очень-очень много брендов в бьюти-индустрии, вот таких вот старичков, да, ну, Beko на самом деле не такой прям совсем старичок, но он тоже, да, бренд старой гвардии, можно его отнести. На самом деле настолько они вцепились, эти бренды, в свои популярные продукты, не хотят изобретать, может, не могут, да, они в любом случае не изобрели ничего такого сверхъестественного, крутого, нового, а вот то, что было, оно уже не помогает продвигать бренд. Я не знаю, будут ли закрытия каких-то других бьюти-брендов в этом году и вообще не уверена, будут ли закрываться Beko, потому что палетка вышла в феврале, да, тут они прям чуть-чуть, пару недель спустя, объявляют закрытие. То есть, опять же, косметика пока что не вышла прям на какую-то сильную распродажу, то есть, я думаю, что у Beko, наверное, есть какой-то план B. Посмотрим, закроются ли они на самом деле, потому что Beko, конечно, известно тем, что они что-то запускают как limited edition, потом это перестаёт быть limited edition, и это становится частью постоянной коллекции. Поэтому мне на самом деле очень интересно. Конечно, я думаю, что, опять же, на низкие продажи бьюти-брендов, если говорить о декоративке, очень сильно повлияло то, что мы в прошлом году с вами сидели дома, и опять же, и не только из-за этого, да, мы носили меньше макияжа, вот в целом, в общем и целом. Но помимо этого, когда нам приходилось выходить на улицу, мы с вами одевали маски, которые в жару приводили к образованию больших проблем с кожей, то есть акне и так далее. Если говорить о холодной погоде, то всё, опять же, сушило и портило состояние кожи нашей, поэтому, конечно же, люди предпочитали покупать уходовые средства, нежели декоративку, и это абсолютно нормально. Поэтому, знаете, здесь вот такой двоякий момент. Одно дело, что Декка действительно не выпускала за это время ничего действительно интересного. Другой момент того, что бизнесы были закрыты. Но это, опять же, политический момент. Сейчас очень сложно эти моменты обсуждать в интернете, поэтому я не буду пока что сильно глубоко вдаваться. И, опять же, я повторюсь, есть момент того, что люди действительно тратили больше денег на уход, для того, чтобы просто как-то нормально по-человечески выглядеть, а не замазывать свои проблемы, действительно ухаживать за собой. Потому что, ну, действительно, если сидишь целый день дома, нафига тебе пользоваться тональником? Для чего? Даже если судить по самой себе, у меня довольно-таки мало чего закончилось за прошлый год. Вот действительно то, что я добила. Давайте мы с вами продолжим. И вот от этого всего перейдём к новым релизам. Следующий релиз, о котором я хотела бы сказать, и вот этот релиз тоже такой негативные эмоции у меня вызывает. Релиз от Fenty Beauty называется продукт Body Sauce, то есть это соус тела. Название данного продукта очень сильно близко, по смыслу, к названию продукта от Too Faced, который назывался Glow Jump. То есть процесс доставления мужчине удовольствия, скажем так. А если говорить о вот этом названии, да, Body Sauce, то на американском сленге это будет означать соус тела, но вот там, если было про мужчину, а тут уже про женщину. Я надеюсь, что вам это понятно. Но здесь не процесс, а скорее фермент, который тело выпускает. Я не знаю, как ты сейчас некрасиво сказала, абсолютно неправильно, но я думаю, что вы поняли, что я пыталась сказать. В общем, на самом деле, я не знаю, ничего вот такого сверхъестественного там нет, это всё процессы организма, да, но почему-то у меня вызывает прям рвотный рефлекс, мысль о том, что вот что-то с подобным названием я уносила бы на своё тело. Хотя по-хорошему данный продукт это всего лишь жидкие колготки или тональник для ног и так далее. Я думаю, что это довольно-таки неплохая вещь для людей, у которых есть варикоз. Я никого не осуждаю, у меня таких проблем нет, но если у человека есть потребность в использовании данного продукта, я думаю, что почему бы и нет, почему бы не сделать что-то, чтобы ощущать себя комфортно, красиво и так далее. Я только за. Ни в коем случае не стебусь над этой темой, но название продукта мне кажется очень спорным. И вот реально, конечно же, всегда живёт на грани, да, но мне кажется, это... Я не слышала туфорист в этом, и мне от этого неприятно. За то, что мне было приятно, это то, что KVD выходит со своим новым продуктом, и это тональный крем, такой бальзам, который полностью рейсайкл был в упаковке, то есть можно его полностью перерабатывать. В этом рефиле нет зеркала, нет магнита, нет металла, то есть ты использовал этот бальзам, тональник, и после этого просто выкидываешь продукт. Точнее говоря, упаковку, да, всё полностью перерабатывается. Очень круто, это соответствует абсолютно точно взглядам бренда, и мне это очень нравится. Также мне очень нравится, что они всё-таки оживились и выпускают что-то новое, потому что, конечно, они очень-очень редко выходят с новыми продуктами. Здесь аж 40 оттенков тонального крема. Цена продукта 38 долларов, и сам продукт содержит экстракт яблока. Он подойдёт для сухой и нормальной кожи. Он должен быть не комедогенным, а также хорошо лужняющим. Он должен быть не кейки, то есть не ложится пирогом на вашу кожу. И на самом деле очень даже плохие обещания. Не могу сказать, что я обязательно буду пробовать. Я имею в виду прямо сейчас, может быть, когда-нибудь чуть попозже. Сейчас мы с вами открыли новые тональники, также есть ещё кое-что попробовать в течение ближайшего месяца или двух. То есть пока я, наверное, не готова к новым тональникам, скажем так, покупать что-то. Пока не готова. Но, ребят, как порадовали, так и огорчили. Это, наверное, опять же, один из тех продуктов, который имеет все шансы уйти в небытие. Мне кажется, что отчасти это связано опять же с тем, что они никак не могут отойти от этих трёх букв. Отчасти, мне кажется, проблемы с продажами в компании. Почему я об этом говорю? Потому что продукты от данного бренда постоянно выходят на сейл. Поэтому наверняка у них есть проблемы. Почему они продолжаются? Ведь Кэтменди уже давно нет в бренде. Но мне просто возникает вопрос. Производство новой упаковки стоит денег. Но вы уйдите вообще от этих трёх букв? Но нет. Кей, Ви, Ди решили поразгласить, кто они. И что стоит за этими тремя буквами? Итак, на латыни Кей это кара, что означает ценность. Ви это веритас, что означает правда. И Ди, пикус, что-то такое, что означает красота. То есть у нас с вами ценности, права и красота. Я, конечно, ребят, всё понимаю, хотя я не понимаю ничего. Я не понимаю, зачем цепляться за этот тонущий корабль. Вы уже просто назоветесь как-то совсем по-другому. Выйдите вообще совсем с другим брендом. Потому что вот эта вот тень от Кэтменди, она будет преследовать вас всегда. Вы никогда не отмоетесь уже от этого. Тем более, вы нацелены на американский рынок больше всего. Ну, нет. Кэтменди не прощает здесь бренды. Тем более, с учётом всего того, что сейчас происходит в мире, все высказывания Кэт, они ещё более ужасно звучат. От этого просто надо уйти. Вместо того, чтобы объяснять кому-то что-то, просто выкиньте это всё. Создайте новый бренд. Назовите его Vegan Beauty. Или я не знаю, какой-нибудь там Beauty. но забудьте про KVD. Что вы думаете по этому поводу? Следующий релиз, который привлёк мое внимание, но покупать не буду, у Amo Beauty The Black Magic Coming to America Collection. Понятно, это Black Owned Brand и так далее. Вот эта вся профанация по поводу всего чёрного и так далее. Ну, Black Magic Coming to America, да, чёрная магия приходит в Америку. Круто, флаг вам в руки, брать не буду, неинтересно на самом деле. Я бы сказала, что нет, коллекция выглядит любопытной, но, наверное, меня немножко раздражает здесь опять игра на вот всём том, что сейчас важно, что сейчас правильно говорить, то, что сейчас находится правильно с политической точки зрения, меня немножко это раздражает. Я хочу заниматься бьюти, а не политикой. я хочу смотреть на палетку и не видеть то, что она кого-то выделяет и так далее. Просто хочу пользоваться косметикой и вот в это всё не уходить. Косметика это моё место, счастье, удовольствие. Я делаю макияж и хочу получать удовольствие, а не смотреть на это и думать о всём прошедшем году 2020 и что происходило и кто у нас сейчас рулит миром. так, просто говорю. Хочу ещё немножко вернуться к Melt и здесь мне продукты очень показались интересными. Это помады, а также сток из нюдовых теней. На самом деле я бы сток теней купила, если бы я не попробовала прям вот-вот недавно шикарную ещё просто нюдовую палетку теней люксовую и я сейчас вообще не хочу покупать ничего нюдового, пожалуй, потому что то, что я пробовала недавно, было просто великолепно и, наверное, пока что я точно не готова к покупке каких-то нюдовых теней, тем более Melt я очень хочу пробовать. Melt когда у них появится что-то, что меня заинтересует, я буду просто стоять в первую очередь, я хочу попробовать этот Melt. у меня оказалось намного больше, чем я ожидала и моё расслабление, точнее говоря, моя идея о 80 помадах коллекции просто не выдержала критики, когда я отрыла все свои помады и поняла, что дай бог 180 осталось бы, если бы я просто выкинула что-то. Поэтому я вообще не думаю, что я что-то из помад буду покупать, хотя что-то меня всё-таки очень заинтересовало. То, что меня действительно очень заинтересовало, я хочу попробовать, это новый консилер от Tarte, они вышли с двумя продуктами, это крем для области вокруг век, который должен выступать как праймер в том числе, он должен очень сильно увлажнять кожу, в нём содержится витамин B5, витамин E, также пептиды и сквалан, то есть довольно-таки неплохо всё должно быть, и также они выпускают новый продукт, это консилер Shape Tape, но это новая его форма, ультра-крими Shape Tape, да, всё правильно сказала, Shape Tape ультра-крими консилер, и вот его на самом деле я бы очень хотела попробовать, он должен быть увлажняющим, он должен держаться на клетке в течение дня, данный консилер должен блюрить поры, также уменьшать видимые проявления морщинок, больших и маленьких, и также он должен держаться 12 часов, просто идеально блюрить вот это всё и держаться как привитый и просто как новорожденный в течение 12 часов, цена данного консилера 27 долларов, и вы можете выбрать любой из 37 оттенков, который подойдёт именно вам, я, ребят, точно буду брать, мне интересно сравнить классический Shape Tape и вот этот новый, и посмотреть, есть разница, какой лучше, может быть, новый консилер будет просто великолепен, потому что Tarte Shape Tape я всё-таки люблю, у него есть плюсы, у него есть минусы, но в общем и целом я всегда возвращаюсь к нему, то есть я не использую его на каждый день, но он в моей косметичке есть всегда. И на этом, ребят, всё со средним сегментом, это, наверное, всё, что меня заинтересовало, какой-то, хоть какой-то интерес вызвало, давайте мы с вами перейдём к категории люкс, тяжёлый люкс. И здесь я хотела бы начать с нескольких пудр, с которыми вышли бренды. И первая пудра от Tatcha называется NEDA Silk Powder Protective Setting Powder. Цена её 48 долларов, она должна иметь такой софт-фокус и сияние придавать. То есть я понимаю, что это что-то типа пудры от Hourglass. Она, кстати, должна быть обязательно в Trend Mood Box. Вот я, на самом деле, решила, что я буду ждать, когда она появится там и попытаюсь сначала купить её в Trend Mood Box. А если не получится, то уже буду брать на скидках в апреле в Sephora. Но пока что точно не хочу. Решила подождать. Если она всё-таки появится в Trend Mood Box, то круто, я её возьму со скидками. У меня столько много пудр, как вы помните, поэтому пока что не нахожу для себя необходимым бежать за покупкой. Но если вам очень интересно посмотреть обзор, то у Ани Зи уже есть он на канале, поэтому я рекомендую вам пройти по ссылочке, которая будет в описании, и посмотреть её обзор. Другая пудра, которая меня очень заинтересовала, это пудра от Dior, Dior Backstage, Face & Body, Powder, No Powder. И это пудра для лица и тела, как вы понимаете, из линейки Dior Backstage. И вот её я обязательно буду покупать. Они говорят о том, что здесь тоже должен быть софт-фокус. Пудра должна быть матовая, в отличие от пудры от Touch. Данная пудра должна блюрить кожу, и Dior предлагает использовать её и в качестве полайтера, и в качестве бронзера, если подобрать цвет, да, который подойдёт вам, то есть более тёплую и потемней. Я, на самом деле, очень заинтересована этим моментом. Может быть, даже я возьму... Я думаю, что я схожу, на самом деле, в Macy's, потому что там очень хорошие консультанты у нас, и посмотрю как раз по сводчу, всё это, выберу для себя оттенок, может быть, не как пудру, именно как бронзер возьму. Ну, на самом деле, не знаю. Я пока что не видела, я буду точно абсолютно брать. сейчас бежать, как я сказала, не буду. У меня сейчас очень много чего, что нужно закончить. Armani выходит с 10 оттенками пудры, которая называется Lumina Silk Glow Satin Powder. Каждая стоит 64 доллара, и это уже такой сияющий финиш. Ты понимаешь, что такое здоровое, да, сияние, блюрится, как всегда, и так далее. Я не думаю, что я буду брать эту пудру, но вот две предыдущие, я обязательно, как я сказала, брать буду, буду пробовать. Не пробовала, на самом деле, ничего от Armani, кроме консилера и тональника. Все, помады, да, еще, конечно же. Если вы пробовали пудру от Armani, напишите мне, как она вам, понравилась или нет. Просто, на самом деле, любопытно. Не могу сказать, что я бы сказала, что когда-нибудь, наверное, хотелось бы попробовать, но бежать абсолютно точно, покупать вот эту пудру, я не буду. Да и какую-либо из этих. Я уже объяснила, что первые две появятся у меня, когда появится, а Armani я пока что пропущу. Ребят, а вы собираетесь какую-то из этих пудр покупать? Что мне показалось очень интересным, это коллекция от Shu Uyemura, коллаборации с Эдохари Аоги Перрис, и это шеф-повар, который специализируется на выпечке, да, и мне очень нравится коллекция. Она, на самом деле, вызывает ассоциацию визуально с Too Faced, то есть паковка и так далее, но не знаю, меня очень она манит. Здесь у нас две палетки теней, помады, также масло для снятия макияжа, и очень интересно, кисть для нанесения тональной основы, хотя самой тональной основы нет в коллекции. Я не знаю, буду ли я это брать, потому что я, на самом деле, ничего не пробовала, и у нас достать довольно-таки сложно, но визуально мне палетки теней нравятся. С другой стороны, я смотрю и думаю, ну вот вроде бы все коричневое, рыженькое у меня точно абсолютно есть, а розовое мы с вами столько наелись в прошлом месяце, вроде куда мне все это. Поэтому не знаю, не знаю, что я решу в итоге, опять же, сложности с заказом данной косметики, наверное, обойдусь, хотя мне было бы очень, очень любопытно. Говоря о палетках теней, конечно, хотелось бы вернуться также и к Диор, здесь у нас новая коллекция весны предполагает и палетки теней, и продукты для губ, и лаки для ногтей. Я не думаю, что вот что я буду брать, хотя халайтеры меня заинтересовали, я думаю, что вот это то, что я точно попробую. Все-таки я думаю, что данные оттенки, если говорить про тени, мы с вами уже так много видели, так много видели, просто бесконечно рыжие, все одинаковое, хотя, конечно, визуальное оформление, то есть такие дюны, да, песчаные, барханы, это очень красиво, мне нравится, то есть мне нравится эстетика, но абсолютно точно это то, в чем моя коллекция теней не нуждается. А вас, ребят, заинтересовала данная коллекция? Единственная палетка теней от люкса, да, и вообще, наверное, да, единственная палетка, о которой мы будем с вами говорить в этом выпуске, которая меня заинтересовала, это наша Динона Сирка Локо, то есть сумасшедший цирк, я, ребят, брать буду. Я думаю, что все мы видели сводчи, вот эти живые, да, что девушка из Румынии делала. Также, я не знаю, видели вы или нет сводчи от самой Наташи, конечно, у Наташи сводчи выглядят шикарно, великолепно. Живые сводчи у девушки выглядят несколько расстраивающими и не очень, давайте скажем так, но в целом палетка мне нравится. Я бы сказала так, у кого-то она вызывает вот такое бе, что за ужас, мне кажется, она интересна, я ее абсолютно точно брать буду, не уверена, что буду брать ее с сайта Наташи, посмотрим, как будет вообще проходить релиз, надеюсь, что в Sephora она придет тоже пораньше, я бы хотела ее, наверное, взять в Sephora, в смысле о том, что если что-то придет не так, то я смогу ее вернуть, но палетка визуально мне нравится, здесь есть красивые оттенки, и было бы интересно посмотреть, как Наташа их реализует. И также, я думаю, что данная палетка будет шикарно сочетаться с другими моими палетками от Наташи, то же самое бронз палок, может вы знаете, у нее появится палетка цирк, и бронз никуда не денется после этого, и опять же, с Лилой тоже, я прям вижу, вижу, что с ней можно делать, палетка мне очень сильно интересна, надеюсь, что качество будет великолепным. Если говорить о люксовых румянах, то мы с вами обсуждали в Instagram Estee Lauder Pure Color Envy Blush, всего за 32 доллара, и я очень сильно хотела ее купить, у нее такое красивое оформление в виде цветочка, но посмотрев подольше на нее, поняла, что скорее всего она будет слишком насыщенная, скорее всего это Medium и Dark вот такие вот оттенки кожи, на таких оттенках кожи она будет смотреться шикарно, а на мне, наверное, она будет слишком яркая, поэтому я решила пропустить этот запуск, за то, уж что точно, точно я не хочу пропускать, это румяна от Hermès, и вот здесь я на самом деле вообще влюблена, прям очень сильно хочу, здесь есть несколько оттенков, которые меняются, всего их 8, мне очень любопытно, сколько будет стоить румяна, потому что помады от Hermès стоят 72 доллара, и насчет помад, честно говоря, я не уверена, буду ли ее брать, в этой коллекции очень такие носибельные оттенки, красивые, я думаю, что, я не думаю, я хотела бы купить, скажем так, я не знаю, насколько мне это нужно в моей жизни, потому что это большая цифра, и помадами сейчас я не пользуюсь так часто, поэтому, насколько это нужно, исходя из того, что у меня просто тонна помад, которые лежат без дела, поэтому, скорее всего, помаду я брать не буду, но румяна буду брать обязательно, и хотелось бы даже парочку оттенков взять, но буду, конечно, брать одни, исходя из цены, но брать обязательно буду, это прям в моем виш-листе 100%, также в коллекцию от Hermes вышла косметичка и кисти, поэтому я тоже пока что не уверена, но вот, как сказала, румяна, да, а вот насчет помады, подумаю, если же говорить о помаде, которую я абсолютно точно буду брать, это помада от Charlotte Tilbury, как вы знаете, я люблю помаду Charlotte Tilbury, моя любимая помада все-таки Matt Revolution, новая помада в оттенке New Dromance, которая вышла сейчас в Англии, до США пока что она не дошла в формуле Kissing Lipstick, она мне нравится несколько меньше, уже такая сияющая формула, сатиновая, она, ну, такое нормальное, я бы сказала так, и исходя из картинок в интернете, скорее всего, очередная теплая помада, розовая, такая ржеватая, теплая розовая помадка от Charlotte, но брать буду, все-таки хочу попробовать, и мне очень нравится новое оформление футляра, я понимаю, что скорее всего это будет тоже Limited Edition, у меня таких помад нет, я хочу, я беру, и последняя помада, которую я тоже хотела бы попробовать очень сильно, это помада от Carolina Herrera, и боже мой, какая красота, только посмотрите на эти колпачки, то есть, вы отдельно покупаете Refill, и отдельно покупаете крышечку к нему, всего три варианта крышечек, это черепашка, жук с коровей, а также лев, я уже на самом деле положила в Харридс несколько помад, но смущает немножко доставка, доставка 30 долларов, то есть, например, если бы мне что-то еще нужно было бы купить на Харридс, вот прямо сейчас, то я вообще без вопросов взяла бы эти помады, а вот так просто ради парочки помад, наверное, мне 30 долларов за доставку пока что платить не хочется, потому что, ну, что-то другое, наверное, бы взяла, а помад у меня так много, мне немножко дороговато, по ощущениям, но помады я обязательно эти буду брать, наверное, просто дождусь каких-то других новых релизов и возьму сразу несколько продуктов на Харридс, в том числе и эти помадки. Пока что я не знаю, где еще можно их приобрести, может быть, где-то в России, в Украине можно их взять, но вот, например, в Америке их нигде нет, то есть, их заказать можно только в Лондоне и на сайте Харридс, то, что для нас, для американцев актуально. И, ребят, честно говоря, на этом у меня сегодня все, я больше ничего не нашла каким-то сверхъестественно интересным и решила, повторюсь, не затягивать видео, поэтому, если какие-то из релизов, которые я не озвучила, вам показались крайне интересными, а я их не проговорила, вам интересно было ли это брать, может быть, я уже на самом деле это взяла, такое тоже может быть. Напишите мне в комментариях, давайте обсудим, может быть, что-то я не видела, такое тоже может быть я же человек, у меня не 10 глаз. В общем, в любом случае, я очень хочу услышать ваше мнение по поводу продуктов, которые я только что озвучила, или каких-то других новых релизов, которые вам показались интересными, любопытными, которые вы собираетесь сами брать, или вам было бы интересно увидеть обзор на моем канале. И давайте здесь прощаться, как всегда, я буду рада вашим лайком, комментариям, не забудьте подписаться на канал, если до сих пор не подписаны, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. И я хочу пожелать вам шикарного дня, релизов, которые бы волновали уже, наконец-таки. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok